Привет, дорогие друзья! С вами вновь профессор Антошка и мой юный ученый Виталик. Привет! Привет! Ну что, проведем эксперимент? Да! Итак, друзья, сегодня мы с вами подготовили эксперимент под названием «Бурление без кипячения». Будем кипятить воду без кипятка. Но у меня для начала есть, как всегда, вопрос. Виталик, скажи мне, что может произойти с обычным льдом, если его поместить в воду, в теплую воду? Он растает. Совершенно верно, лед растает. А как ты думаешь, что же произойдет, если мы сухой лед поместим в теплую воду? Он начнет излучать пар. Правильно! Сухой лед начнет испаряться. Этот процесс называется сублимация, когда твердое вещество переходит сразу в газообразное. Итак, проведем эксперимент. Берем наши защитные перчатки. Виталик, одевай на правую руку. И я тоже одену на правую руку. Но для начала нам необходима теплая вода. Верно? Да. Возьмем мерный стакан и добавим теплую воду в нашу колбу. Выливаем полностью всю воду. Где-то 400-500 мл теплой воды. Почему теплая? Для того, чтобы эксперимент был намного круче. Возьмем пищевой краситель. Открутим и добавим всего лишь одну капельку в нашу колбу с теплой водой. Нам теперь необходимо перемешать нашу воду. Какого цвета она стала? Зеленого. Зеленого. Совершенно верно. Ну что ж, теперь твоя очередь химичить. Бери целую жменьку сухого льда и засыпай прямо в колбу. А я тебе помогу. Высыпай весь. Так, давай, давай, давай. Молодец. Снимай перчаточку. Друзья, посмотрите, что же у нас происходит. Сухой лед начинает выделять углекислый газ и в колбе происходит бурление без кипячения. Вода бурлит, но не кипятится. Виталик, можешь ручками попробовать наш углекислый газ, насколько он прикольный и крутой. Да. Верно? Да. Можно ощутить его плотность. Посмотрите, ребята, сухой лед выделяет углекислый газ и так как он тяжелее, чем воздух, он опускается вниз. Ну что же, бурление без кипячения. И как всегда, наука это круто. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!